Девушки отдыхают Слушай, какой мужчина Я хочу от тебя сына И я хочу от тебя дочку И дочка И дочка Пиздец Капибара Девушки отдыхают Девушки отдыхают На различных сайтах форумов задают массу вопросов по игре The Crew Вопросы встречаются как дурные, так и более-менее серьёзные Постараемся вместе ответить на все Да и к тому же у самого есть пару непонятных моментов по игре Но хватит слов, давайте разводить туман в мире The Crew Одним из самых часто задаваемых вопросов является вопрос о приобретении игры или же её скачиваем Скажу вам раз и навсегда Скачать игру на халяву не получится, нужно покупать только ключик и так далее Так как эта игра полностью онлайновая В текущее время есть две версии данной игры Обычная и Gold версия Также есть и Limit Edition Это то же самое, что и предзаказ После прохождения пролога Это пока вы не купите свою первую машину Вы получите на халяву уже в своём гараже три авто Это Mini Cooper, BMW Z4 и Dodge Ram Правда, все эти три машины можно модернизировать только в одно направление В один класс, о котором я расскажу в следующем видео Для первой версии есть дополнение DLC Называется оно как обычно у Ubisoft'а Season Pass Так вот, формула проста Gold версия это есть обычная версия плюс Season Pass Естественно, при покупке сразу версии Gold вы сэкономите пару сотен рублей Так, в данной линейке видео попытаюсь рассказать вам о тонкостях игры Что да как пройти на золото, на платину О секретах и прочую ерунду Но для начала немного нудной информации Так, с первого видео давайте начнём просто о рассказе самой игры Что, о чём и зачем она нам нужна Ну что ж, поехали! Итак, The Crew Онлайн-видеоигра в жанре автосимулятор Разработанная Ivory Tower Совместно с конторой Ubisoft'а во Франции Перед нами некое подобие NFS-аворда Такая вот ММО-гоночка 13 августа 2014 года было объявлено о выходе на Xbox 360 2 декабря игра уже и поступила в продажу И также для Xbox One, PlayStation 4 и платформы PC Стоит упомянуть, что игру переносили несколько раз Многие людишки ждали её уже 22 ноября Но Ubisoft, как всем известно, любит потянуть Видимо, что-то хотели пофиксить ещё Только игру они так и не пофиксили Тут до сих пор со времён бетки очень много багов, глюков и прочей неопознанной фигни Вкратце о геймплее Как говорит Википедия, одиночная игра включает в себя 20-часовую кампанию 20-часовую кампанию? Да ничего подобного Всё, что есть именно в сюжетной части, может пройти менее чем за 10 часов Это уж я точно говорю Миссии можно проходить одному, с друзьями, даже с врагами Даже при прохождении одиночной кампании игра требует подключения к интернету Многопользовательский режим позволит игрокам создавать собственные команды Для выполнения онлайн-гонок и других различных задач Ключевой особенностью игры является открытый мир В качестве которого использована несколько упрощённая цифровая модель США Главный операционный директор студии Ivory Tower рассказал, что общая протяжённость дорог в игре составляет 10 тысяч километров Но мне что-то тут не верится В любых заданиях есть список рекордсменов Вся наша статистика сохраняется на сервере То есть посоревноваться всегда будет с кем Игровой мир разделён на 5 областей, которые будут открываться по мере продвижения игрока Открытие этих областей влечёт за собой появление новых машин и новых возможностей Перед нами есть Центральная Америка с большими городами Детройт и Чикаго Восточное побережье с городом Нью-Йорк и столица США Вашингтон Юг Юг славится городом Майами Горные штаты с городом Лас-Вегас Западное побережье с двумя городами Лос-Анджелес и Сан-Франциско Также ещё присутствует куча мелких городишек Хочу признаться, что размеры мира меня действительно порадовали Очень жаль, что нету конкретных названий улиц в городах, как это было в Бернэнд Парадайз Было бы намного круче, но согласитесь же Зато тут показывают районы И на то спасибо Только из-за такого подхода некоторые задания выполнять реально проблематично Будешь путаться при выбивании различных наград Вот и бывают случаи, что ты едешь не по той дороге, по которой требуют задания От этого и идут многие вопросы Чтобы многое узнать про улицы в заданиях, иногда приходится отправляться на Google Maps Итак, вернёмся к геймплею По мере прохождения, точнее сказать, прокачки самого себя Будут появляться новые авто Пока их на деле не очень-то и много Вот уже обещают кучу новых авто По три штуки в каждый месяц В данный момент кубики уже выпустили в ход новый патч В этом новом патче появились три тачки И также пару наклеек Рад новостью, что они уже хотят пофиксить лаги с подформаживанием Где они раньше были Также пофиксы столкновения Тоже неплохо, а то такое бывает Просто без слов Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, конечно же, хотят добавить различные покраски и наклейки на авто. Лучше бы просто сделали палитру. А вот наклейки действительно маловато. Наши приключения начинаются на довольно мощной тачке, на ралли, если я не ошибаюсь, которую потом приобрести в игре никак нельзя, видимо, с патчем, потому что фиксы. А пока она очень читерная, дают её только при выполнении самого первого задания из пролова. И разработчики решили её просто исключить из игры в дальнейшем. Первая миссия очень проста, езжай по чекпоинтам, ломаем всё на своём пути, особо не заносит, поле в основном открытое, куда-либо вредствоваться очень сложно, копы сильно не перестают. Единственное, что вас может смущать, так это небольшие кочки. Сильно они жизнь вам не испортят. В общем, достигнув маяка у побережья, миссия завершается. Да, кстати, сверху там есть таймер, но не думаю, что кто-то может дождаться его окончания. Потом у нас случатся пользоваться радаром. Но после этого большинство людей всё-таки не вникают, что такое радар и для чего он, и с чем его вообще едят. И вообще своим локатором ничего не смогут найти в дальнейшем. И спрашивают, а как найти секретную машину? Итак, ваш локатор. Это вот такая вот мигающая хреновина в нижнем правом углу экрана. Появляется радар, если рядом радар. И появляется изображение авто, если рядом запчасти от старого авто. Чем ближе к обнаруженному кладу, тем зеленее будет ваш локатор. При этом будет издавать пикущие звуки с довольно быстрой частотой. Странно, но это пиканье меня даже не раздражает. Видите зелёное скопление вокруг значка? Это значит, что цель находится именно в этой стороне. Была бы цель прямо перед вами, всё выглядело бы так. С таким правилом легко понять, что спрятанные радары и запчасти авто не могут находиться очень рядом. А то у вас локатор бомбанёт. По сюжету нам открывают карту. Тут нас учат замечать свой маршрут. Ничего сложного тут нету. Жмакаем мышкой или чем-то там ещё. И вот вам маршрут. Позже рассмотрим все функции на карте. Так, далее. Далее нам насильно меняют авто. Но и его тоже вскоре отнимут. На этой тачке едем к следующему заданию. Около 6 километров путешествия. И тут по пути будут появляться онлайн-игроки. О боже, что это? Ммм, первое задание на умениях. Цель которого проезжать на правую, а затем на левую сторону одной дороги. И так до истечения времени. Фух, вот и приехали к заданию. Для входа в задание выбираем строчку «Игра в одиночку». И тут нас ждёт первая гонка в прологе. Да, она же и последняя. Наша цель проста и ясна. Приехать первым. При том, что нас засовывают на старте в самом конце. В этой игре никак иначе. Мы всегда будем стартовать в конце. В этом состязании крайне тяжело проиграть. Но вот выполнить с первого раза на золото нужно постараться. Мой совет, не заморачивайтесь сейчас на медаль. Тем более перепройти эту гонку нам сразу и не дадут. Но в дальнейшем она будет доступна. Так, проходим гонку. Жмакаем на интер. Далее отвозьмем своего братика в какой-то тёмный переулок. Где его и убивать. ПБР, подними руки, живо! Нашёл ствол! Он не мой! Этот мёртв. Нет! Нееееет! В общем, нас подставил федерал, который обвиняет в убийстве. И теперь ясно, что мы в полном дерьме. Вымотаем срок. Пять лет. Пять лет прошло, а у нас всё та же борода. Чудеса. После освобождения нас вовлекают в дело по поимке тех самых гадов. Федерала Коберна и хулигана Бритву. На этом сильно спойлерить сюжет уж не буду. Мы можем снять все обвинения. Сказать, что я в день. Сваливаем с этого места на лагающем такси. И вот он. Вот он этот момент. Мы в автосалоне. Тут уже и дают различные плюшечки. Те самые три тачки уже будут доступны, когда пройдём пролог. В автосалоне можно осмотреть все авто, доску приобретённых машин. Также можно запустить тест-драйв любой из засухой машины. В качестве первого авто я бы посоветовал вам Ford. Nissan 370Z. Ну и на крайний случай для особых любителей можно взять Chevrolet. Первая покупка авто абсолютно бесплатная. Зоя за нас всегда всё выплатит. Вот бы всем такую бабу. После покупки авто начинается заставка про класс стриткаров. Заходим в тюнинг стриткаров. Создаём из купленного железа стриткар. Для этого покупаем набор первого уровня. Сюда входят все 11 компонент, которые влияют на наши характеристики. И только выходим с тюнинга, как нас награждает двумя наградами, которые дают нам оранжевые очки. Позже про эти очки я ещё вам расскажу. Что ж, добро пожаловать в свободный режим. Именно с этого момента у нас есть возможность прокатиться по всему миру. Выполнять задания, прокачиваться и создавать группировки со своими друзьями. Но об этом уже в следующем видео. Всё, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.